Здравствуйте, уважаемые зрители! Так получилось, что на слуху чаще подвиги танкистов, летчиков, артиллеристов, а про подвиги саперов мы слышим реже. И сегодня я хочу, пусть отчасти, восполнить это недоразумение и рассказать о Панине Иване Александровиче. Родился наш герой в 1922 году в Брянской области, окончил 7 классов, до войны работал электриком на складе в Москве. А в ноябре 1941 года был призван в армию и уже в конце декабря командовал отделением 14-го отдельного гвардейского батальона минеров. Не раз наш герой со своими бойцами будет обезвреживать взрывные устройства, будь это проход в минном поле или промышленные гражданские строения в Харькове. Причем с ноября 1943 года по февраль 1944 года у него в отделении не было потерь. Всего же им было обезврежено 2500 мин. Это позволяло как снизить потери, так и минимизировать урон для гражданских и жилых строений. И как можно быстрее вести их в строй, в частности электростанцию в Чугуеве. За это 4 июня 1944 года Иван Александрович был награжден орденом славы третьей степени, но это было только начало. Так, в октябре 1944 года на территории Литвы, близ Велковишкис, он со своими бойцами проделал коридор в минном поле противника, сняв лично 40 мин. А после по проделанному проходу пошла советская бронетехника. Как итог, 30 января 1945 года Панину достаивается второго ордена славы второй степени, а впереди были бои за Кёнигсберг, где советские саперы при штурме этого укрепленного города сыграли особую роль. Так, 7 апреля 1945 года наш герой проделал в двух домах два штурмовых прохода, обеспечив их штурм. А через 10 дней в пригороде Кёнигсберга Фишхаузене проделал в очередной раз проход в минном поле, пропустив советскую бронетехнику. Такой же подвиг совершил и 25 апреля 1945 года, пропустив через минное поле советские танки на окраине города Пилау. А ведь это все было сделано под огнем противника. Как итог, в ходе этих боёв Иван Александрович Панин был ранен. А 15 мая 1945 года он был удостоен уже третьим орденом славы, в первой степени став полным кавалером. После войны работал в колхозе плотником. Умер 24 января 2003 года в городе Брянске. А на этом у меня все, всем желаю крепкого здоровья, до скорых встреч, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!